ЗМЕЯ ТУГАРИНА Сказ про Аптырку и Змея Тугарина Театральная фантазия в трех действиях со скоморошинами, играми, переодеваниями и прочими увеселениями для детей младшего и среднего школьного возраста. Действующие лица – компания балаганных скоморохов-комедиантов. Они же в порядке появления боярин. Интриан – царский кредитор и бывший жених Натальюшки. Тугарин-змей – правитель соседнего царства. Вор Покуня – друг и соратник Аптырки. Большой охотник поспать. Тимофей – садовод-любитель, тесть Аптырки. Царь Аптырка – глиняный молодец, воевода, царский зять, прирожденный дипломат. Ляксей – стрелец-соратник Аптырки. Натальюшка – царевна, жена Аптырки. Да браво! Наложница-змея, сестра Бакуни. Сокол – птица. Действие первое. Скоморошина – первое. На телеге с реквизитом, костюмами и декорациями выезжают скоморохи. Эх, ламца-дрица, оп-царимца-ца. Куда приедем, там сказка начинается. Ух, братцы-рабятки, куды ж мы попали? Глядит-ка, мальчишки, девчонки сидят. Ну, дык, играли, бесились, устали. Не, точно, театру смотреть хотят. Скоморохи начинают устанавливать декорации, раскладывать реквизит. Эх, ламца-дрица, оп-царимца-ца. Это мы сейчас у стен дворца. За кулисами возникает неясный шум, и показываются сполохи пламени. Ух ты! Слышьте, братцы, сказка начинается. Эх, ламца-дрица, оп-царимца-ца. Скоморохи заканчивают установку декораций. А что, рабятишки, шоб театр вам поставить, нужно сначала героев представить. Надевают костюмы, соответствующих комментарию персонажей. Вот самый главный. Аптырка, герой. За землю родную стоит горой. За семью, за царя. В огонь готов и в воду. А потому любовью пользуется сирить народу. Из глины когда-то вылепил его дед гончар. А значит, сайон заговорен от разных злых чар. Ед, как же ты спросишь? Глиняный и живой? Дик в сказках. И шо и не то бывает порой? А это царевна, супругая войная, Натальюшка. Во всем Аптырке достойная. И умна, и красива лицом, и фигурою. А еще обладает кроткой натурою. А ен-то папашка царевнин. То есть царь, как и есть. И потому и он будет Аптыркин тесть. Садик свой любит. Дымалину с клубникою. Сажает их отдельно. Садовую и дикую. Сам слышь у грядок с утра до ночи. Про дела государство и слышать не хочет. Прозывается с детства и он Тимофей. А кроме садика шибко любит дочь и кофей. А там, за кулисами, сосед наш и вор. Царство его ограждает высокий забор. Злой, нехороший зовут Змей Тугарин. А вот это брат его сподручник Боярин. Он по-нонешнему настоящий ахлигарх. Купил коккейную команду, зоопарк, торговлю сетевую, рынок, лес. Сам царь к яму вдолгие аж по уши залез. Как ни шаг шагнет, то звенит монетаю. И аглигархам зовется по этому. И шо Бакуню бы надо представить. Но на этом точку рано ставить. Из-за кулис доносятся грозные звуки приближающегося змея. Ой, братцы, готовимся. Ну, по местам твое место. Тут, а мое место там. Бежим скорей, быстрей, живей. Совсем уже рядом Тугарин Змей. С остальными познакомимся опосля. Разбегаются в разные стороны. Картина первая. Остается один боярин. Оглядывается по сторонам. Шелест гигантских крыльев. Низкий хохот, грохот. Боярин падает на колени. Из кулис выглядывает голова змея Тугарина. Боярин. Ва-ва-вашество, лили-ли-личество. Готов. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Семя силами. Змей хватит заикаться. Где она? Говори. Боярин. Та-та-та-там. Ва-ва-вашество, лили-личество. В окно изволит глядеть, обтырку мужа ждать изволит. Змей, обтырку, говоришь? Ха-ха-ха, пусть ждет. Боярин, только вы уж, ваше своличество, про договор наш. Не-не-не-не, змей, болтаешь много. Смотри у меня. Держи, что обещал, остальное получишь, как договорились. Из кулис вылетает холщовый мешочек. Громко звякает, упав около боярина. Голова змея исчезает, слышится шелест гигантских крыльев. Боярин, спасибо, ваше своличество, подбирает мешочек, прижимает, как ребенка к сердцу. Туда, туда, да, 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 летите. Машет сигнальным платком. Правее, еще правее. Там она, там, за углом в окошке. Ага. Поганый змей, еще тьфу, на тебя. Ой, ваше своличество, как вы неосторожно. Крылышко-то, крылышком, говорю, зацепили. Грохот. Женский виск. Шелест гигантских крыльев. О, молодец. Унес. Ваше своличество. Ужас. Унес. Подлец украл. Ну, держись, а теперь обтырка окаянная. Посмотрим, как ты теперь. Хочет бежать, но сталкивается с Бакуней. Бакуня. Ой, братцы, бяда, бяда. Ой, такая бяда, шо всем бедам бяда. Я слышь, на посту вот когда стоял. Ну, сейчас. А-а-а. Ты вот на посту и поди не стоял. И шо, маленькой поди. Боярину. А ты поди стоял на посту. А я слышь, туда давеча вот. Ой, ребят, ребятишки, ой, скажу, так не поверите, а. Похитил царевну, слышь, брат, боярин. Ентат. Страшно промолвить. Змеиш, а тугарин. Как быть тут обтырки? Куда из нас кудаться? А мне-то признаться, аль не признаться? Боярин ерничает. Ой, 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 ой. Шо ты говоришь? Похитил, говоришь? Ой, как похитил? Натальюшку похитил. Да ты-то куда глядел? Бестолочь обормотная. Бакуня, куды, куды? Я понимаю, что только можно сказать на самую малую минуточку. Яблочко вкусно-сладких покушать в сад отлучился. На самую, слышь, малую минуточку отвернулся от окна, в котором Натальюшка обтырку из похода ожидала. Яблочко вкусно-сладкое надкусил. Да тут же чуть не подавился. Как загрохотало что это. Как потемнело да замелькало. На вроде как чудо хтеродахтельного я. Строфиль птица вроде. Да, шо всем птицам мать. И крылья у нее, шо твои паруса на лодьях. И их, братцы мои, засвистело-закрутило. Ветрым буйным меня вздуло, да смяло, да на травку опрокинуло. И как пона дасть, и покатился я. И яблочко вкусно-сладкое со мной в руке моей покатилося. А саблей моей вострой я в ентово-злодея-то вот мятнул. Мятнул прямо в явойную голову поганую. А он, строфиль этот, птица хтеродахтельного, как дунет огнем, так и саблю мою всю расплавил, как есть. И меня попалил. А ковье-то мое, длинное, как покатился я, сломалось я в сей же момент. И у оружия-то никакого не стало у меня боли. Яблочком тогда, шо в руке моей со мной катилось, и кинул я в ентово-вороне потребного. Да и не попал верно. И он с изнова огнем дунул. Да всего меня и деревья, и траву, и вокруг меня все попалил. Со свистом сверху падает яблоко. О, ой, яблочко вернулось. О, горячее. Вкусно. Испеклося. Будешь, боярин? Неа. Стой здесь, стой, мя, стой. И не вздумай ходу дать. Хоть три дни стой. Понял меня? Я сейчас за обтыркой поеду. Стремительно уходит. Бакуня за ним. Ой, за обтыркой. Ой, барин боярин. Может, не надо за обтыркой, а? Может, я сам как не то исправлюся? Боярин, ты, Бакуня, говори, да не заговаривайся. Страфель, хтеродахтельного я. И тьфу на тебя, задремучий за твою. Прозевал, проспал, проморгал змея. Так что держать тебе, Бакуня, ответ. Хорош зашитничек постовой. Давно я говорил тебе. Постригись покороче. А ты вот все не слушал. Шею-то палачу не видно будет. Бакуня, ты не бреши давай, не пужай меня. Че это ты поразмыслил? Какому такому палачу? Че это ты удумал? Боярин. А вот узнашь, как обтырка вернется. Идет дальше. Бакуня за ним. Постой. Постой. А ты то сам то... А че это ты тут делаешь? Ты ж навроде в Йенту, в Грушляндию ихнюю уехал вчерась. Товары для всеобщего удовольствия обещал привезть. Боярин. Уехал. Да вернулся. Твое какое дело? Коммерция, брат Бакуня, дело тонкое. Это тебе не на посту стоять. Да моргалками моргать. А ты вот пост от свой покинул? А потому вот подозреваю я тебя. Бакуня. И в чем, Йента, ты меня подозреваешь? Боярин. А в том подозреваю, что вспомогал ты змейшу поганому царевну нашу унести аж за три девять земель. Бакуня. Ах ты, ах ты, да я, да я же, я же только яблочко откусить на одну маленькую минуточку отошел. Боярин. Вот-вот. Об Йентом вы со змейшем изговорилися. Шо отойдешь ты? Вроде бы яблочко откушать на маленькую минуточку. Бакуня. Ты че говоришь-то? Ты куды клонишь-то? Ты че, заболел никак? Когда Йентом изговорилися? Боярин. А тогда изговорилися. Видел я, как ты платочком беленьким махал ему. Бакуня. Кому яму? Боярин. Ну, знам, а кому? Змея шо махал. А вот ты платочек вынимает из кармана платок. Подобрал я его вот у той стены. Бакуня. Ничего я никому не махивал. И платочков я никаких не знаю. И брехне твоей не поверит никто. Боярин. А это мы посмотрим. Поверит, а не поверит. А только тебе, Бакуня, край пришел. За все твои дела пришел край. Бакуня. Да их за какие такие дела? Боярин. А за Йенте самые. За то, шо со змеющим взговоре. За пост, который оставил самовольно. За платок. За яблоко. Бакуня. Да не знаю я никакого платка. И в глаза не видывал. Боярин. А вот Йента ты палачу объяснять будешь. Видывал или не видывал. И держи свой платок, гадость Йету. Бросает платок Бакуне. Все. Некогда мне тут-то с тобой лясы тачивать. Собирается уходить. Бакуня. Постой. Ты что, уходишь? Куда это ты уходишь? За обтыркой поедешь? А как же я-то теперь? Появляется радостный царь Тимофей. Мурлычет песенку себе под нос. В руках несет туесок с клубникой. Бакуня бросается к царю в ноги. Царь. Чего ты? Чего ты? Падашь? Бакуня. Слышь. Ваше величество. Что Йента Мордофиля на меня говорить? Царь радостно кивает. Да и встань ты. Встань. Вот смотри. Клубничка какая вызрела. На. Покушай. Бакуня. Не-не. Ты послушай, как Йентат вот все подводит. Будто бы я со змеющим сговорился. Царь радостно кивает. О, правильно. Хе-хе-хе. Покушай. Почти насильно впихивает клубничку в рот Бакуни. А? Хороша? То-то же. Боярин. Ты, Ваше величество, чего тут предателя вкормишь вкусно? Царь радостно кивает. Боярин. Ты слышь меня? Не слышь? Царь кивает. Я, Ваше величество, за обтыркой смотаюсь. А ты пока вот Йента во злодея никуда не пускай. Пусть тут одожидается. Ну, сюда и там уж как он решит. Ага, царь. Ага, и тебе тоже дам клубничку. О, смотри, саму лучше выбрал. На, кушай, боярин. Тороплюся я, потом съем. Ты, многожаймый патриарх, в плошке мне отложи немного. Сколько не жалко. Хе-хе, тетеря глухая, ишь какой, а? Радостный. Ничего не слышал, ничего не знает. Это нам очень-на, просто замечательно будет. Все-все-все, побег я. Убегает, но возвращается. Хватает на бегу клубничку, скрывается. Царь удивленно. А чей-то он, куды побег? Бакуня плачет. А чей-то ты плачешь? Вы чего туда? Смотри, какая клубничка. Не плачь, купим калач. Медом помажем, тебе покажем. Присаживается к Бакуне. Сами съедим. Слышь? Тебе не дадим. Бакуня. Да как же мне, Ваше Величество, не плакать, когда такая выходит неприятность. Царь. Чего? Чего ты сказал? Вынимает что-то из ушей. Ты чего сказал-то? Бакуня. А ты чего, не слышал? Царь. Не груби царю. Я, брат Бакуня, завсегда теперь, как боярина вижу, так глухоморскими раковинами уши закладываю. Удобно, знаешь? Боярин все про долги мои, про кредиты, а я киваю, соглашаюсь на вроде. Он губами шевелит, а у меня тишина, благодать. На, съешь клубничку, не хочешь? А зря, брат Бакуня. А че ты плакал-то? Бакуня. Да и из-за ентова вот платка поганого. Тьфу, гадость какая. Отбрасывает платок. Царь. Э-э-э, хорошая вещь. Ты че швыряешься? Боярина платок, я видел, он и мя махался. Рассматривает ярлык. Смотри-ка. Ух ты, че это на ем написано? Ты прочти давай. Наверное, из самого, из города Парижу вещь. Ее он всякие удивительности из Парижу привозит. Бакуня. Сам прочти. А мы не обучены. Нам это было в стон ни к чему. Царь. А вот это здря. Ученье, брат Бакуня, свет, а не ученье, сам понимаешь. Буквовки посмотри, какие красивые. Сложить в слова не можем. Ай-яй-яй. Мы тогда в него клубничку завернем. Бакуня. А че ты сказал-то? Где он махался? Царь. Так вон там, у той стены. Вон той. Вставай-давай. Пойдем к Наташке клубничку кушать. Бакуня. А ты, ваше величество, ты подожди. Не надо к Наташке. Эй, к царевне не надо. Царь. Ну, че ты меня указывать будешь? Идти к дочке? Не идти к дочке. Я уж не маленький. Да и царь к тому же. Хотя ты меня и грубишь. Пошли давай. Вон узелок понеси. Помоги царю немощному. Бакуня. Так ты, что ли, ваше величество, ничего не знаешь? Ничего не видел? Ничего не слышал? Царь. А, видел, слышал. Много чего я на своем веку-то видел. Пожары, наводнения бывали. Засухи случались, неурожаи. Ух, голодали мы прям тогда. Поверишь, я лично. Вот ень теми, вот руками царскими. Вместо трех кусков сахара сладкого в кофей. Не поверишь. Два с половиной. Экономить на всем. Буквально, брат Бакуня, нам всем приходилось. Ну, сейчас у нас, слава мне и Богу, времена другие. Сейчас у нас дефицитов не наблюдается. Да ты кушай клубничку. Че ты, кушай, Бакуня. Как же ему, как же ему весть-то сообщить, а? Ведь поделапки может отбросить, как услышит, а? Царь. Ну, че ты отворачиваешься? Али, ты моей клубничкой брезговаешь? Я ведь обидеться могу очень даже запросто. Бакуня, ну, что ты, ваше величество. Вкусная у тебя клубничка, как она вроде у меня в детстве была. Не та ша ноняча на базаре. Противно даже в руку взять. Да, а в моем детстве тоже была клубничка-то. Ну, я ж постарше твоего. У меня, знаешь, какая была? Не поверишь. Во! С кулак. Даже с два. И сладкая, медовая. Ай. Мне вот обещал один человек. Да, ты его знаешь. А, впрочем, нет, это другой, это не тот, на кого ты подумал. Он мне обещал, знаешь, какой сорт привезти. Вот так и называется. Клубника вашего детства. А знаешь, откуда вы? Ни в жизнь не отгонешь. Бакуня. А я попробую. Царь. А давай. Бакуня. Только чур, если отгону, к царевне не пойдем. А клубничку твою у меня съедим. Ты ж у меня в гостях это ни разу не был. Посмотришь заодно на жизнь простого народу. Царь. Да какой ты есть простой народ? Ты есть Абтыркин, друг, самолучий. И во всех делах приспешник. А потому я тебя, можно сказать, насквозь знаю. А вот в гостях у тебя, правда, не бывал. Ха-ха. А согласен. Знаешь, любопытно даже. Если отгонешь, идем к тебе. Гостевать будем. А подушки у тебя чай первые, колючие. Бакуня. Обижаешь, ваше величество. Лебяжий пух. Самый что ни на есть. Пушин как пушинки. Сам собирал. Жена собирала. Вся родня помогала. Царь. Ага, это хорошо. Ну, давай, отгони. Откуда будет клубничка? Бакуня. Так. Знакомый, говоришь, человек обещал привезти. Царь. Ага. Бакуня. Бакуня. И я на вроде его даже знаю, царь. Ага. Нет. Это другой, другой обещал. Бакуня. Другой. Так. Думай, Бакуня, думай. Раз. Два. Три. Из самого города Парижу. Отгонул? Царь. Царь. Ну, отгонул, конечно. А только я, наверное, тебе сам до вечера говорил. А то ты бы вовек не отгонул бы. Не, не говорил. Бакуня. Не говорил. По-честному я отгонул, ты проиграл. Все, ваше величество, идем ко мне. По чарочке примем, клубничкой твоей зажуем. Собираются царь. По дождь. А молочко парное у тебя имеется? Я, знаешь, брат Бакуня, шибко клубничку с молочком парным уважаю кушать. Бакуня. Да для тебя, ваше величество, у меня сливочки, самолучшие припасены в подполе. Со сливочками от клубничка. Ой, хороша царь. А, сливочки. Это еще лучше будет. Ай, Бакуня, молодца. Вместе ламца, дрится, опца, римца, ца. Уходят. Скомарошина, вторая. Ух, братцы, ребятки, кака выходит оказия. Затеял боярин хворменное безобразие. Со змеем сговорился. Ему помогает. А сам вьентом Бакуню обвиняет. Паразит в общем. Не сказать бы хуже. Но ведь Бакуня с Абтыркой с молодости дружен. Разишь друга предаст настоящий друг. А что, как поверит боярину Абтырка вдруг. А что, Наташка-то, царевна наша, и где? Неужто ее мы оставим в беде? Так что, тшшшш, тихо сидим, ребятки, и усе будет у нас в порядке. А проента тот узнает, кто досмотрит до конца. Эх, ламца, дрится, опца, римца, ца. Так что, сейчас мы идем к Абтырке на поле боя. И поглядим, шо там у нас такое. Картина вторая. Поле боя. Туда-сюда по временам пробегают с противника с криками «Урья!». Пролетают тучи стрел. Стремительно входят Абтырка и боярин. Абтырка «А я тебе не верю!». Боярин «Сам, сам, говорю, энтими вот очами, наблюдал, не таясь». Абтырка «Слушай, как мне тебе и шо растолковать, шо нету у меня к тебе веры? Вот ни на такую кобелюшечку нету. И ты, конечно, очень на хорошо знаешь, почему». Боярин «А мне тебе как растолковать?». Что сговор это был. Без сумлений был сговор. Абтырка «Погодь, присядь-ка на минуточку». Боярин «За какой надобностью?». Абтырка «Присядь, говорю!». Дергает боярина за рукав. Тот невольно приседает. Мимо. Шшш! Пролетает стрела. Вонзается в дерево. «Пойми ты, чудак-человек, шо не мог Бакуня этого и сделать. Не мог!». Боярин его трясет от испуга. «А, пойдем-ка куда-нибудь за холмик». Абтырка «Зачем?». Боярин «Я тебе тайну вещь скажу на ушко». Абтырка «На ушко?». Боярин «Ага». Абтырка «Ды-ка здесь и говори на ушко. Никто ж не услышит, ежели на ушко». Боярин шепчет. «А где у вас тут-то...» Абтырка «Что?». Боярин «Ну, это...» Абтырка «Да говори ты смело! Никого же нету!» Боярин «А туалет где у вас тут-то?» Абтырка удивлен. «Да где хочешь?» Боярин «Да как же! Тут же невдобно же!» Абтырка «Ну, а ты пойди, хошабы, за кустики!» «Да не бойся, пойди!» Боярин опасливо встает. «Иди, иди!» «Да вон за те кустики!» Боярин идет. «Ну, присядь!» Боярин падает плашмя. «Ну, вот чего ты вот падаешь на поле брани?» «Давай, давай, вставай и шагом марш за кусты!» Боярин на карачках ползет, скрывается из виду. «Лексей! Лексашка! Пойди сюда!» Вбегает стрелец. «Слушай, брат, тут-то такая, понимаешь, забота образовалась. Войну кончать надо по-быстрому. Дело есть у меня строчное с Ентим Тугариным, значит. Ты, Энтих, которые в меня стрелы пускали, поругай хорошенько. Скажи, стреляете, так попадайте. А то тоже мне, Аники, воины, горе одно, а не стрелки, шнайперы, понимаешь ли. Ты понял меня, Алексей? «Так а чего тут не понять-то? Я им такого, знаешь, задам, Абтырка?» «Ну, ты не очень-то. Ты по-отечески, но так, шо проняло. Мне-то стрелы ихней, шо домовому маскерад, али соловью котлета. Алексей! «Ну, дык, знамо дело, ты ж глиняный, Абтырка!» «Именно! Но для науки пользительно будет. Вот. Пленных, значит, выпороть, но не сильно. Так, шо б сами до дому дошли. Оружье затупить. Да, каждому по рублю из моего резерву. Алексей! По рублю? Абтырка! Вот и я думаю, шо маловато. По рублю с полтинною. Алексей! Да ты в своем ли уме? Абтырка! «Знамо дело!» «Не в твоем же!» По рублю с полтинною получат. «Так больше со мной воевать и не захотят никогда. А дружить будут. Да и шо деткам своим расскажут. И те воевать с нами не захотят». Алексей! «Ух ты! Голова! Объянтом я и не подумал. Ну ты голова!» Абтырка! «Постой! Много болтаешь!» «Так, воеводе ихнему передай от меня поклон и извинение, что неудовлетворенным он остается. А только скажи, что договор пограничный я давно составил и подписал. Вот возьми, передашь». Тут, значит, прописано, шо все, что его было, ему и остается. А все наше остается нам. Так шо, навроде как, претензиев быть не должно. «Да, и шо, скажи, шо, как со змейшим разберуся?» «Так пусть приезжает ко мне на рыбалку, ну, на щучье озеро, на заимку. Мы там стол сообразим, посидим, потолкуем, в баньке попаримся, ушицы покушаем, меду попьем. Вот и будет у нас мир да дружба, навеки вечные». Алексей! «Ух ты! Придумал же! Ну, брат Абтырка, да ежели мир навеки вековечные, так народ тебе за это!» Абтырка. «Ну, ладно, ладно, заладил. И шо, памятник успеешь мне и сделать, но не сёдни. Все запомнил?» Алексей кивает. «Поспешай давай, а то меня, знаешь, как до зарезу ехать надо б на». Алексей. «Да ты ехай, не беспокойся, всё и сделаю в лучшем виде». Абтырка. «Сейчас поеду. Дождусь вот тут только одного свистуна». Алексей. «Того, что ли, шо за кустами, это...» «Задумался крепко!» Абтырка. «Да!» «И этот, брат Алексей, такая у меня ночь и компания. Пригнись, оба пригибаются». Пролетает стрела, вонзается в дерево. «Ну вот, ну, говорил же тебе, ну, поругай их, как надо, от души, но не слишком». Выдергивает стрелу, отдает Алексею. «Это тебе на память. Беги давай, Алексей. Ты б хоть словечком обмолвился. Чё тебе приспичило со змеющим в дела влезать?» «Эх, брат ты мой, дорогой Алексей, тебе скажу. Но ты по весь народ замок крепкий, никому ни полсловечка. Алексей, да ты что? Шо бы я да сболтнул чего? Хе-хе, лишнего. И шо не бывало такого никогда? Да землю готов есть. Абтырка, прости, брат, это я так сгоряча сказанул. Дело-то, вишь, какое. Умыкнул поганый тугарин змей жану мою. Натальюшку любимую мою украл то ись. И в полоне она у него. Алексей, да ты что? Ах ты беда-то какая. А куды стража-то смотрела? Абтырка, вот вьем-то, брат Алексей. И есть большой вопрос. Боярин-то меня, слышь, разрисовал, шо неплохо бы учения устроить. Да стражу отправить на денек в лагерь летний. Для повышения, как это он говорил-то, клялихикация какая-то, шо ли. Обещал привезти с самого из Парижу ихних мастеров, мускетеров называются. И вроде как мускетеры-янти в сабельном бое большие, слышь, мастера. И будут я не стражу в сабельном бое обучать. Ну и отправил я стражу на один только денек. Да и недалеко, на речку, верст десять за околицей. А во дворе, слышь, Натальюшка с девками осталась. Папенька, ну, царь наш, государь, дебакуню я во дворе на пост поставил, шоб, ежели чего, принесть или помочь государю в саду-огороде и воинам. И откуда змеище узнал, что стражей не будет во дворце? А? Ума не приложу. Всю, слышь, голову сломал. Не иначе, как измена. Алексей. А что, бакуня? А что, бакуня? Он, бакуня есть бакуня, на боку, знать, полеживал. Да и шо он, супротив змея-то? По дождь, свистун, слышь, ползет. Ну, все, беги. При нем не хочу я толки толковать, доля сытачивать. Беги, Алексей. Ну, удачи тебе, брат Аптырка. И найди, слышь, изменьшика. А я уж яву. Аптырка, ладно, ладно. Надобно будет, позову тебя. Придешь? Алексей. Уж не сумлевайся. Мы завсегда. Алексей убегает. Крики уря прекращаются. Ползком на карачках появляется боярин. Аптырка наклоняется к нему. До дому поползешь, аль верхом поскачем? Боярин. Я, глобожаемый мой, грозный воитель, человек сугубо мирный. Мне, ян-то ваша заваруха, на желудок вредность производит. Аптырка. Да я уж понял, каков ты есть. Давно понял. Вставай, поднимайся. Пойдем на змея. Боярин. Это, как же, вдвоем, что ли? Аптырка. А что, труса празднуешь? Боярин. Переодеться мне бы надо. Может, сначала во дворе заглянем? Аптырка. Обязательно заглянем. У меня там тоже надобность имеется. Эх, ламца дрится, об царимца ца. Темнота. Скоморошина третья. Янтим перводействие кончается. Мы устали. Отдохнуть хотим. Вот так. Янтат отдых называется по ученому антрахт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok